Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим за Лёлю Быкову. Перед тем, как я перейду к обзору, ребят, вы знаете, меня все время возмущает и вот удивляет, поражает, не знаю даже, как выразить свои эмоции, наверное, как и каждого деревенского жителя, кто связан с КРС, либо с мелким рогатым скотом, с козочками, да, вот этот Лёлин Движ, как она любит нагнать жути, как все упархиваются, упухиваются, не знаю, на её хозяйстве, какая это глобальная задача и работа. Я поговорила со своим мужем и у меня есть такая задумка снять ролики, все прекрасно из вас знают, что в нашем хозяйстве 26 голов КРС, у нас есть поросята, которых я вам показала новенькие, 13 штук, скоро приедут новые поросята, есть молочные телята, есть молочные козлята. И вот мне пришла такая задумка в голову, так как Лёля рассказывает, что Сергей Петрович молодой, такой дерзкий, сильный, крепкий мужчина, выносливый, но он ни с чем не справляется и полтора часа задача на это хозяйство у него растягивается до бесконечности, но сейчас он типа в это время, да, влазит. Вот у меня появилась такая задумка снять, как можно справиться одному человеку с 26 головами КРС, потому что так как обычно утром, да, все это мы делаем вдвоем, это еще быстрее проходит весь этот процесс, но так как мне нужно будет снимать, потому что если поставить телефон на треногу, ну ничего не снимешь, как бы все равно, все не попадет в кадр. И вот у меня была задумка показать, сколько тратится время на 26 голов КРС, на коз, молочных телят, молочных козлят и поросят. Вы увидите, что это максимум будет один человек час сорок пять. Да, это без вывоза навоза, потому что на навоз приходит человек, который помогает. Вот у меня задумка снять целый цикл, да, час тридцать, час сорок пять, что успевается сделать один человек на столь крупном хозяйстве, плюс продемонстрировать обеденное, да, потому что у нас трехразовое доение, то есть что мы делаем в обед, поение, как молится зерно, как опять-таки раздается всем кормовая база, опять-таки доение, как проходит, и вечернюю управу, чтобы, так сказать, воочию городским жителям продемонстрировать, насколько ничтожно, да, выглядят Лёлины вот эти пугания, да, жути, нагоняния, как тяжело на ее хозяйстве. Почему? Потому что теперь я прекрасно понимаю и осознаю, что, походу, скоро нужно будет Сергею Петровичу второй помощник, и, скорее всего, Саша займет его дополнительное вакантное место, по той простой причине, что у Лёли впереди окоты, и у Лёли впереди отелы, а так как животных станет еще больше, и Сергей Петрович уже не успевает выполнять все задуманные, поставленные задачи, так как у него двух или трех, двухразовый, по-моему, отдых, или трехразовый отдых, ну, в общем, не успевает он. Понятно, что когда еще нужно будет подоить коз и покормить толпу телят, а я так понимаю, быкова будут девочек оставлять, а козлят продавать, то там станет вопрос вообще уже грубо, ребром, так сказать, что же делать с этим хозяйством дальше, на котором не успевает, потому что могут добавиться молочные телята, если они будут девочками, быков Лёля продают, и как же в таком случае будет Сергей Петрович успевать. Если вам эта идея интересна, я просто не знаю, на каком канале это все будет, либо на этот канал загрузить эти ролики, либо на канал моего мужа, чтобы там это демонстрировать. Но такая идея и задумка у меня есть, чтобы, так сказать, люди понимали, насколько Лёля врет и преувеличивать, потому что это хозяйство действительно ничтожно мало. С таким хозяйством, ребята, в свое время я справлялась женщина одна, и не было никакого напряга, то есть уже входишь в этот ритм, входишь в этот темп и спокойно делаешь эту работу. И, кстати, навоз под пяти коров, четверых телят, поросят и быков на откорме, и какое-то количество коз на тот момент было, не помню, по-моему, всего лишь две козочки было, кролики, куры, я это все делала самостоятельно. И это не было какого-то такого напряга, чтобы ныть, стонать и скулить, как необходим помощник. Но, кстати, очень многие деревенские женщины и люди сами тянут хозяйство, после этого быстренько бегут в душ, завтракают и еще идут на работу. А у многих вообще мужья работают, и женщины остаются с хозяйством, и таскают навоз, и таскают сено, солому, молят зерно, раздача до кормовой базы. Все это женщины проделывают самостоятельно. Ребята, у меня, у мужа на канале, есть подписчица, у которой самой более 30 коз. Это не считая еще количества козлят. Женщина одна все это успевает делать. А здесь это все преподносят, я не знаю, в таком ракурсе, что Сергей Петрович с Люли, чуть ли я не знаю, с фермеры, которые не покоряют вершины, и такие вот, понимаете, пахари и труженики. Вот я хоть хочу развеять этот миф, эту легенду, и доказать, насколько это убого и смешно выглядит в глазах людей, которые с этим сталкиваются каждый день. Я не знаю, вот еще единственный момент не придумала. Может быть, попробую стрим с коровника провести, чтобы это все как бы люди видели, что это не смонтированный дубль, что это вот за вот такое вот время, пока идет стрим, уже успели вот это сделать. Но тогда не смогу заснять весь процесс работы. Ну, в общем, пишите, интересно, не интересно, и в каком виде вы хотели бы это видеть. В виде стрима, но тогда вы не увидите весь объем проделанной работы, или все-таки в виде ролика. Я просто хочу объяснить свою позицию. Очень обидно мне за деревенских людей, за фермеров, которые я понимаю, как самостоятельно проделывают эту работу. И никто им не поет дифирамбо, эти люди остаются в тени, никто их не хвалит, как Сергея Петровича, как он бедный Пашек-многостаночник вместе на пару с Лёлей. Поэтому вот такая вот мысль меня посетила. Ну, пишите мнение свое, а я перейду, конечно же, уже к самому обзору. Ну, и так, в начале самого стрима Лёля быстренько побежала смотреть просмотры. Конечно, интересно, это для меня вот каждый раз лотерея. Что ждет хомяков? Похвала или ругань и укор за то, что мало смотрят ее видосы? И, кстати, удивительный момент. Единственный топовый ролик, который у Лёли залетел, это, конечно же, вот эти разборки с Сергеем Петровичем и перемывание ему костей с надеждой. Этот ролик занял первое место. Конечно, именно этого зрители ждут от Быковой. Второй момент, ребята, который Лёля озвучила, что за последний месяц у нее подписалось целых 10 тысяч человек. В таком случае возникает вопрос, где просмотры от этих 10 тысяч душ? То есть люди подписываются, а просмотры не растут. Но, как отметила сама Быкова, сейчас в топ вылезли ее старые ролики. Они в день набирают по 200 тысяч просмотров. Вот в этом и прикол, что люди могут подписываться именно на ее старые ролики. Но, как только столкнутся, кто есть Быкова, попадут на какой-нибудь стримчик, здесь сразу у всех откроются глаза. И, опять-таки, вот этот момент, что подписчики растут, а просмотры стоят на месте. То есть Лёля не всегда даже набирает 20% от количества подписчиков. В среднем сейчас у нее просмотры остались на том же уровне, на котором и были. То есть нет этих 10 тысяч, которые должны плюсом ежедневно добавляться к каждому ролику. И, как, кстати, отметила сама Быкова, ребята, просмотры упали, реклама дешевая. И опять это ложь. Как она рассказала, в 4 раза меньше доход. Реклама с февраля месяца начинает потихоньку подрастать. Потихоньку, но ползет в гору. И только у Лёли полный провал. Просмотров нет и денег тоже. И теперь она, бедная, не знает, как справляться. Лёля репу чешет, потому что ей необходимо заказать мебель на кухню. То есть ей нужна кухня. И как это все теперь воплощать, она, конечно же, не знает. И вторая сторона медали. У Лёли заканчивается объем работы для Артура. Но так как его она отпускать не хочет, понимая, что в следующий раз он к ней может попасть только через год, теперь срочно она начинает делать сырное хранилище. И, по-моему, коридор. Насчет сырного хранилища, ребята, я, как всегда, посмеялась. Потому что я представила Лёли на объем работы. Я представила Лёлин, литраж, да, объем молока. И, как всегда, это очень весело. То есть это все действие, скажем так, весь этот продукт, сыр, да, который она будет изготовлять, достаточно для него иметь всего лишь сырный холодильник. И этого будет достаточно. Но в Лёлином случае, конечно, нужен масштаб. Нужно глобально всех озадачить. И, конечно, нужно в подвале сырное хранилище для того, чтобы хранить 20-30 головок сыра. И, кстати, отдельно стоит отметить, что те, кто занимаются сыроварением и имеют достаточно скромный объем производства, да, то есть того сыра, который они делают, достаточно, повторюсь, именно сырного холодильника. В Лёлинном случае его точно так же будет достаточно. Но нет, конечно, нужно, да, все это рассказать, как это должно выглядеть, чтобы городские развесили уши и активнее Лёли щелкали капусту. Ведь сырном хранилище еще нужно в него конкретно вложиться, чтобы он поддерживал один и тот же температурный режим. Плюс, конечно же, стеллажи. Ну, в общем, я так понимаю, развод лохов продолжается. Ну, и помимо этого, перед лохами стоит, да, вот этими хомяками глобальная, ребята, задача. То есть сырное хранилище, ремонт коридора, мебель на кухню, замена крыши, ремонт и отделка вот этих трех комнат, которые Лёля никак не доделала. Это, я так понимаю, задача на ближайшие полгода, потому что летом Лёля собирается ехать на море. Ну, еще и, конечно же, регулярные их платежи месячные, зарплата помощникам и флешмоб на 112 тысяч рублей. Тоже никто не отменял. То есть они должны сразу понимать, какие задачи перед ними стоят. И Лёля так тонко намекает. И, между прочим, когда она кричит, что она не тонко намекает, а говорит в лоб, неправда. Лёля всегда всех к этому подготавливает. Все прекрасно помнят ситуацию с навозом, с асфальтом, как она подводила хомяков к тому, чтобы они активно давали ей деньги. А это была целая серия роликов, и спина у Лёли сорвана. И как она тачку, бедная, по грязи елозит и пхнет. И опять-таки несколько роликов таких было. И потом, о чудо, донат на асфальт. Чтобы все, так сказать, хомяки воочию убедились, как Лёле он необходим. И в тот же момент, после сорванной спины, как только Лёле привезли щебень, она уже как, окей, я не знаю, горная гозель, либо козочка, прыгала по этому асфальту. Поэтому, да, ребята, самое главное еще, конечно же, рассказать хомякам о том, что сырное хранилище должно быть, потому что у Лёли будет много молока. И, как всегда, она меня рассмешила. Откуда это много молока? Где она его возьмет? С каких закромов родины, так сказать, она его достанет? Потому что, ребята, даже при наличии двух дойных коров, которые отёлы у неё ожидаются, третья корова уже должна уходить в запуск. Две коровы остаются, плюс расход на телят молока. И опять-таки, ни фига, ни шиша там не остаётся. Точно так же, как и у коз. У козы пока выходят на пик лактации. Если, скажем так, многоплодовый окот, то есть, если там 2, 3, 4 козлёнка, уже молока козы не хватает для того, чтобы покрыть весь расход. То есть, в любом случае, добавляешь коровье и начинаешь их выпаивать. Потому что всё равно козлят как бы за раз, да, то есть, их кормят 3 раза в день. И это как минимум 300 грамм за раз, то есть, литр молока в день. И пока коза выйдет на 3-4 литра, это у кого есть такие козы, да, там 2 литра, уйдёт время. И вот пока это время дойдёт до вот этого пика лактации, ты всё равно начинаешь добавлять коровье молоко. Поэтому, о чём Лёля глаголит и о каком количестве молока, мне, честное слово, каждый раз становится интересно. Ну и далее, конечно, Быкова рассказала о том, как она планирует делегировать. Оказывается, все вот эти ролики, которые она снимает с работы Сергея Петровича, она снимает исключительно для тех людей, которые хотят развиваться. И здесь опять-таки, Лёля, где же твоё развитие на твоём типа фермерском хозяйстве? И как сказала сама Быкова, один человек не может справляться с 20-ю, 30-ю, 50-ю головами. Он быстро сломается и типа выдохнется. И вот первый вопрос, который у меня возник, Лёля, у тебя что, было 20 голов КРС, что ты прям настолько сильна в познаниях? А тем более уже 30-50, я молчу. К чему я просто и сказала, да, что элементарно снять ролик, где 26 голов и нет абсолютно, в принципе, никакого напряга, уже втянулся в этот ритм, живёшь и не чувствуешь никакой бешеной усталости. И да, есть помощник, но помощник для определённых целей, для того, чтобы ещё больше и быстрее развиваться и ещё больше успеть сделать, потому что есть дополнительные руки. И Лёля, конечно, красиво очень об этом рассказывает, что с помощью помощника вы сможете развиваться, масштабировать своё хозяйство. И вот здесь возникает вопрос, где же Лёлин масштаб? Сергей Петрович уже у Лёли около полугода, поэтому где её масштаб, вот это действительно остаётся загадкой. И, кстати, как Лёля кричит, что он работал на ферме, где было 500 голов коров. И вот опять-таки, если он выдерживал такой темп, если он выдерживал такой ритм, все прекрасно понимают, что такое 500 голов. Да, там максимально всё автоматизировано, но при этом всё равно человеческий труд и контроль должен присутствовать на этом всём. И вот если это всё так проходило, почему же он сейчас не вытягивает тегла на Лёлином хозяйстве? Почему же везде нужен за ним контроль? И, кстати, он достаточно медленно работает. Реально, ребята, медленно. Потому что, когда, глядя на её хозяйство, я понимаю, что при нормальном темпе работы, там реально максимум 40-50 минут, это вот так с вывозом навоза совсем. Потому что нет никакой раздачи кормовой базы с утра, кроме зерновых или комбикорма. Потому что коровы постоянно находятся на улице. То есть сено, всё у них, кормление, паение, в принципе, проходит на улице. Поэтому, когда она начинает кричать за большое хозяйство, мне всё время становится смешно, особенно когда за вот эти 20-30-50 голов. И о том, что там уже необходим помощник. В чём ещё один прикол, в том, что Лёля понимает, что только при таком хозяйстве есть рентабельность от помощника. Потому что там, конечно, люди начинают просчитывать свои доходы, расходы. Понятно, что, например, даже взять 20 голов, не все, например, в этот момент дойные. Кто-то ещё не расстелился. От первоотёлок вообще тяжело ждать какого-то серьёзного показателя либо результата. Потому что, как правило, первоотёл у коров приходится на смену зубов. И, как правило, корову в этот момент не в состоянии показать весь свой потенциал. Поэтому, да, только, например, там, если это хорошие продуктивные коровы, только от 15 голов где-то реально, да, вот начинается целесообразность, то есть окупаемость зарплаты работника и, конечно же, своя прибыль. Потому что, помимо того, что есть прибыль, есть, конечно, ещё и текущие расходы. Это такие, как содержание животных, это ветеринарное обслуживание, витамины, кормовая база, коммуналка, налог. Ну, вот эти все такие вот, да, подводные камни. И только действительно от 15 где-то голов начинается самоокупаемость. А до 15 голов, ну, ребят, это такое, скажем так, заработать себе. Почему многие держат, да, там, 3-5 коров, 2 коровы и ездят на базар торговать. То есть люди продают, реализовывают излишки. Им, конечно же, хватает на хлеб с маслом. Никто не говорит, что они бедствуют. Нет, ни в коем случае. Но целесообразность наёма персонала реально где-то от 15 голов стартует. Потому что даже если у тебя 15 голов, у тебя не будут все постоянно дыться. То есть кто-то будет всё равно в запуске отдыхать. И плюс-минус у тебя получится каждый раз дойных около 10 голов. Это если правильно и грамотно рассчитать покрытие коров и их отёлы. И тогда, да, ты понимаешь, что ты можешь с этим справиться, ты можешь себе позволить помощника и уже так не напрягаться. Либо расширяться дальше. Но в случае с Лёлей, ребята, достаточно иметь три коровы. И хомяков, и вот оно счастье. Помощники оплаченные. Они смотрят на этот цирк, млеют, блеют. Я не знаю, текут, там слюни пускают. Какие они молодцы. Как Лёля всё успевает. Какой она фермер. А фермер, она, конечно же, ещё тот такой вот знатный, зачётный. Когда она рассказала, что она многих людей научила, многих, типа, многие переняли её опыт. Хочется сказать, Лёля, остановись. И не надо за свой опыт. Все прекрасно видели, сколько коров ты загубила. И все прекрасно видели и осознавали, каким опытом ты делишься. Это действительно какой-то смешной и убогий опыт. Ну вот так, ребята, для меня это сегодня всё выглядело. Конечно же, продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!